Здравствуйте! В эфире программа «Республика» прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Татьяна Трофимова. Новые заболевшие в регионе ужесточаются меры контроля. Готовность номер один. На базе третьего акушерского отделения Чубаксарской клинической больницы подготовили изолированный стационар для беременных женщин с симптомами коронавируса. Готовимся к юбилею. В рамках проекта улица Победы в Новочубаксарске ремонтируют главную магистраль. В Чувашии зарегистрированы новые случаи заражения COVID-19. В общей сложности в регионе выявлено 17 заболевших коронавирусом. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев ужесточил контроль за вновь прибывающими в республику. Сегодня у нас произошло сразу 9 новых инфицированных и, к сожалению, опять же, 8 из них на территории поликлиники клинического городского центра. Мы, конечно же, закрыли и корпус поликлиники, и корпус стационара. На сегодняшний день там приведены все необходимые мероприятия, выявлены все контактные лица, они изолированы. Но для того, чтобы предпринять нераспространение коронавирусной инфекции, мной подписаны два нормативных акта. Первый – это указ, в соответствии с которым теперь каждый прибывающий на территории Чувашской республики будет обязан находиться в режиме самоизоляции в течение 14 дней. Кроме того, другим документом, мной расширено количество органов исполнительной власти, которые наделены правом составлять протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, этим же документом утвержден алгоритм взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с тем, чтобы фиксировать на месте сами нарушения и составлять соответствующие протоколы об этих нарушениях. Все эти люди находятся в инфекционном стационаре БСМП. 8 человек из вновь инфицированных контактировали с заболевшим коронавирусом в Чубаксарах. Еще один человек, житель Канажского района, был обследован после приезда из Москвы. Сомнительные тесты и у пациентки Урмарской больницы. Там закрылись два корпуса ЦРБ. В обсерваторе сейчас находится 46 человек, в том числе 20 сотрудников больницы. Они находятся в здании, не связанном с основным корпусом. Еще 12 медиков на самоизоляции дома. Все они сдали тесты на COVID-19. Специалисты других отделений продолжают свою работу в штатном режиме. Поликлиники закрыли с профилактической целью, чтобы убедиться. И как будут только отрицательные результаты анализов обследованных пациентов и непосредственно сотрудников учреждения, мы возобновим работу учреждения в планном режиме. В столичной поликлинике номер 2 по улице энтузиастов после проведения всех необходимых дезинфекционных мероприятий функционирует кабинет ЭКГ и неотложной экстренной медицинской помощи. Хирург и врач-терапевт принимают пациентов с 8 до 19 часов. В республике создают условия для лечения беременных женщин с симптомами коронавируса. Если вдруг такое случится. Изолированный стационар подготовили в 3-м акушерском отделении Чубаксарской клинической больницы. На входе в акушерское отделение острожайший санитарный фильтр. Без защитного костюма и маски сюда не пройдешь. Рекомендации от врачей – обрабатывать руки антисептиком. Главное не допустить даже малейшего контакта с инфицированным пациентом. Будут изолированы не только палаты, но и родильный зал. Если мы будем подтверждать коронавирусную инфекцию, у нас ребенок сразу берется и изолируется в ту комнату. Новорожденных, если это понадобится, поместят в кувезы. В инкубационные блоки для малышей подают кислород. Это нормальная наша мощность на 3-4 недели кислорода. То есть у нас на сегодняшний день здесь кислородное снабжение двумя источниками уже организовано. И на сегодняшний день у нас есть кислородная проводка, она подведена до 12 точек. Для рожениц подготовили аппараты искусственной вентиляции легких и необходимый запас пендикаментов. Акушерское отделение номер 3 перепрофилировано для приема инфицированных пациенток со всей республики. Скорая анамнез все равно соберет, посмотрит клинически и сделает свой вывод. Если есть подозрение или температура очень высокая, она привезет в тот приемный покой, который предназначен для приема таких пациентов. Там есть все необходимые условия, палата выделена, отдельный пост, есть санитарная комната, процедурная. Сейчас в условиях режима повышенной готовности крайне важно не допустить того, чтобы поликлиники и больницы стали зоной риска. Ситуация может выйти из-под контроля в любой момент из-за нарушения правил карантина. Олег Николаев отметил, что следить за теми, кто должен соблюдать самоизоляцию, в республике будут и при помощи специальной системы. Систему электронного надзора по мобильным телефонам вчера его окончательно запустили уже в действие. И с сегодняшнего дня все новые люди, которые так или иначе будут находиться под медицинским наблюдением, их местонахождение будет автоматически определяться через мобильный телефон. В случае нарушения этими людьми карантинных мер, конечно же, мы будем к ним применять меры административного наказания. Пока инфекционные стационары республики справляются с нагрузкой. В Рио главы региона отметил, что если понадобятся, то изолированные места для пациентов с симптомами коронавируса развернуты в других больницах. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора, медицинские работники и представители администрации Чебоксар объединились в мобильные группы. Ежедневно они проверяют, как горожане соблюдают режим самоизоляции. Сегодня в каждом районе города работает по одной мобильной группе. В Московском районе из-за высокой плотности населения их две. Каждая группа в день объезжает от пяти до восьми адресов. В последний раз выезжаем для вручения нашим гражданам, которые должны соблюдать режим самоизоляции, постановлений главного санитарного врача Российской Федерации номер семь. В постановлении говорится о необходимой самоизоляции на 14 дней. Его мобильная группа вручает под личную подпись. Всего на самоизоляции сегодня находится 343 Чебоксарца. Вы когда приехали? 27-го. 27-го, да? Вы вручали, что самоизоляция будет. Мобильная группа не только вручает постановление, но и контролирует их исполнение. Большая сложность в такой работе – то, что люди не проживают по месту прописки. В этом случае времени на установку фактического места проживания гражданина требуется гораздо больше. Житель должен находиться на самоизоляции 14 дней. То есть ни с кем не общаться, а находиться дома. Если же ему станет плохо, он станет самоизолироваться. Если же ему станет плохо, он должен позвонить, вызвать медиков, не приходя в больницу. И медики ему оказывают уже первую помощь. В надзорных ведомствах напоминают, что несоблюдение режима самоизоляции влечет за собой административную ответственность. Горожан просят проявить сознательность и не нарушать предписаний. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. Сидим дома. Этот хэштег звучит как призыв. Особенно он актуален для тех, кому больше 60 лет. Людей с хроническими заболеваниями, беременных. Даже к врачам без острой необходимости не стоит ходить. Медики еще раз напоминают о необходимости самоизоляции. В Чебоксарах в больнице скорой медицинской помощи врачи работают в усиленном режиме. Количество обслуживаемых пациентов увеличилось. В структурном подразделении БСМП поликлиники «Северный» особый режим. Он предполагает и особый алгоритм действий. При входе теперь не просто здороваются. Врачи принимают тех, кому действительно нужна помощь здесь и сейчас. Основные работы врачи стараются проводить на выезде. Плановые посещения у нас отложены на какой-то период. Профилактические осмотры и диспансеризации отменены в настоящее время. Мы проводим прием только экстренных и неотложенных пациентов. И основная работа ведется у нас на участках. В отделении остается 31 человек под наблюдением. И у 111 человек снято медицинское наблюдение. Анализы у них отрицательные. Но если уж избежать визита к врачу не удастся, то в ход идут особые меры защиты. Пациенты проходят поликлинику в два потока. Для тех, у кого недомогание из-за температуры, отдельный вход. Так называемый фильтр уменьшает риски заражения здоровых пациентов. Вот это называется зона ограничения. Это зона изоляции, то есть бокс. Здесь мы у пациентов распределяем, с какой целью он нас посадил. Если у него температура, он болеет первые сутки, острое заболевание, все катарактные явления, то непосредственно пациента приглашаем, обрабатываем руки, меряем температуру, и затем он идет на прием к врачу. Люди по-разному относятся, но, по крайней мере, стараемся доступно для них объяснить, чтобы не было конфликтных ситуаций, и люди понимали и слышали всю ту важность ситуации, которая на сегодняшний день у нас. Хоть очереди в коридорах и исчезли, медики признаются, в условиях пандемии количество пациентов резко увеличилось. Многие бегут к врачу чуть ли не с насморком. Слабость, недомогание, температура и головная боль. И как бы провериться, и больничный нужен. И все же те, у кого есть температура, должны вызвать врача домой. Работа идет напряженно, но штатно. Наша задача общая – это минимализировать общение людей. Контакт через руки. Поэтому нужно постоянно думать о том, как руки обработаны, чисты ли они, ну и так далее. Обработка поверхностей. Говоря о воздушно-капельном пути передачи, это проветривание. Прерывать контактную цепочку, находиться дома, находиться на изоляции – это поможет побороть инфекцию. Под особым контролем приезжие. В связи с повышенной заболеваемостью коронавирусом в мире и с угрозой его распространения к нам ежедневно поступают сведения о лицах, прибывших из-за рубежа с Роспотребнадзора. А также сознательные лица сами звонят к нам в колл-центр и сообщают нам о том, что они прибыли из-за рубежа. За такими лицами мы устанавливаем наблюдения два раза в день с термометрией. Берем анализы. В первый день у температурящих больных, у остальных берем на десятый день по прибытию из-за рубежа. В случае необходимости им выписываются листки нетрудоспособности. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. В детских садах Чувашии открыто 58 дежурных групп для детей, чьи родители вынуждены работать во время пандемии. Это врачи, продавцы продуктовых магазинов, провизоры, работники непрерывных производств. В один из таких садиков в Чебоксарах сегодня приехала депутат Государственной Думы России Алена Аршинова. Передовой у нас и врачи, и педагоги. Ну, в частности, вот, собственно, воспитатели детского сада, которые готовы, да, которые сейчас тоже на передовой открыли дежурные группы, поэтому вам нужны маски. Мы знаем, что сейчас Минпромторг максимально ускорил наших производителей для того, чтобы эти маски были. Эти маски, эти антисептики, это ваши антисептики, поэтому, пожалуйста, пусть они будут у вас, принесут пользу. Маски и антисептики – это сейчас самое необходимое в каждой организации. Передача средств проходила на территории дошкольного учреждения. Во время пандемии в помещении никого, кроме детей и воспитателей, быть не должно. Вот в детских садах, например, открыты дежурные группы для сотрудников медицины, для тех, кто на передовой, для тех, кто сейчас сопровождает внутреннюю безопасность, национальную безопасность в регионах. Это сотрудники МВД и другие сотрудники, например, заводов, предприятий, которые нельзя останавливать. Поэтому, конечно, мы благодарны всем педагогам, всем, кто сейчас на передовой, врачам равна, соответственно. Во всех детских садах, где принимают малышей, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы. В частности, перед тем, как попасть в группу, каждый ребенок проходит так называемый утренний фильтр. Медсестра измеряет температуру, спрашивает о самочувствии. Ситуация, потому что очень серьезная в нашей стране сейчас происходит, страшно становится из-за детей. То есть это большая ответственность. Действительно, воспитатели у нас молодцы. То, что они согласились выйти, потому что это тоже очень такое опасно. Детки пришли к нам с разных детских садов. Сейчас у нас по списку 14 детей. Но, скорее всего, к середине апреля детей станет больше, потому что кто-то из родителей еще пожелали привезти детей. И будут, наверное, функционировать две группы. На маршрут Чебоксара-Новочебоксарск выпустят 230 автобусов. Общественный транспорт по этому направлению с 8 апреля станет ходить чаще почти в два раза. По данным Министерства транспорта Чувашии, интервал движения в часы пик сократится до пяти минут. Сообщения городов возобновляют в полном режиме, поскольку на этой неделе ряд предприятий, обрабатывающие промышленности и строительство, снова заработали. Конечно, при условии соблюдения всех санитарных мер обязательно должна проводиться дезинфекция помещений. Не все торговые центры и магазины, которые должны находиться на вынужденных выходных, соблюдают установленный режим. Нарушители вместе с представителями администрации столицы выявляла наша съемочная группа. Обстановка вынуждает органы власти принимать оперативные меры. Если изначально работу разрешили только продовольственным магазинам и аптекам, то сейчас список расширили. Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в крупных торговых объектах внесены изменения в вышеназванный указ касательно привязки к попочедям. То есть можно реализовывать непродовольственные товары по перечню указа в тех торговых объектах, площадь которых не превышает 500 квадратных метров. И нами в настоящее время совместно с представителями управления Роспотребнадзора и правоохранительными органами проводится разъяснительная работа с собственниками тех торговых объектов, которые подпадают под действие этих критерий. У тех, кому можно продолжать свою деятельность, есть соответствующее разрешение. Нам выдали вот такие штуки. Мы работаем в сотовой связи, поэтому мы можем работать. Мы, прежде чем начать работать, все, позвонили по всем инстанциям. Можно ли нам работать? 15 раз спросили. Это, как называется, распечатка указа, который на сайте находится. Почему вы работаете? Нам сказали выйти, мы не что-то. А вы маски продаете, что-нибудь такое? Скажите, пожалуйста. На самом деле наша работа согласована. То есть у нас, во-первых, есть товары первой необходимости. Это медицинские маски, пожалуйста. И средства антисептики, которые очень нужны народу, спрашивают каждый день и покупают. То есть народу необходимы средства для защиты себя от вирусной инфекции. И, насколько я знаю, постановление тоже разрешает работу нашего магазина. Этот строительный магазин под запрет как раз попадает. Площадь торгового зала превышает 500 квадратных метров. И в помещении собирается большое количество человек. Я думаю, вам будет задать вопрос лучше нашего руководителя. А вы что, можете по этому поводу сказать? Разве вам руководитель не сказал сидеть дома, к примеру? Да нет, почему? Я думаю, вам лучше переговорить с руководителем. Данные обо всех выявленных возможных нарушениях администрация передает в правоохранительные органы. Пандемия коронавируса уже нанесла и еще нанесет серьезный ущерб реальному сектору экономики. Предприниматели терпят убытки. Но и в этом случае стоит помнить, что все-таки свое здоровье и окружающих важнее. Александр Соловьев, Валерий Зюков, Республика. Сохранение занятости и поддержка бизнеса – основные цели всех антикризисных действий кабинета министров Чувашии. На что вправе рассчитывать предприниматели, рассказали на брифинге в Доме правительства. Правительственная комиссия страны утвердила перечень девяти отраслей экономики, наиболее пострадавших в связи с пандемией. Именно им в первую очередь окажут поддержку. В Чувашии почти 8,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 7 тысяч – индивидуальные предприниматели. В основном они заняты в автоперевозках, общественном питании и бытовом обслуживании. По данным Минэкономразвития, потери бизнеса только в сфере потребительского рынка составят не менее 6 миллиардов рублей. На федеральном уровне принят ряд антикризисных документов, республика включилась в их реализацию. Например, малому и среднему бизнесу предоставлена отсрочка налоговых и других платежей до полугода. Планируется так называемая программа 1.3.1.3.1.3. Это отсрочка предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые пострадали от этих кризисных явлений. Отсрочка платежей 67% – это субсидии будут оплачиваться со стороны государства. 33% должны быть уплачены самим предпринимателем. Если у него, опять же, имеются какие-то трудности, то банк может принять решение о конвертации этих платежей 33% в основной долг. А по основному долгу планируется 6-месячная отсрочка, то есть с 1 апреля до 1 октября. Четко прописаны и арендные отношения. Если предприниматель не может работать эти 30 дней, он уведомляет арендодателя о невозможности выплаты. И либо просит рассрочку, либо уменьшение платежей. Надеемся, что будет расширен перечень отраслей, которым будет оказана поддержка. Буквально сегодня целый ряд субъектов федерации, в том числе Чувашская республика, обратились в адрес правительства Российской Федерации с оказанием поддержки таким отраслям, как жилищно-коммунальное хозяйство, долевое строительство. Уже введен мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. От срочка взыскания ФНС со счетов до 1 мая на 3 месяца отодвинут срок подачи налоговой отчетности. Планируется, что в течение апреля заработают и остальные формы поддержки. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика. Ассоциация туроператоров России разработала комплекс мер для поддержки туриндустрии на фоне пандемии коронавируса. В числе предложений о тор заморозка до 2022 года выплат туристам за аннулированные туры. Свои идеи ассоциация изложила в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем говорится, что убытки российских туроператоров могут вырасти до сотен миллиардов рублей. Ассоциация предлагает правительству предоставить индустрии меры поддержки по аналогии с теми, которые принимаются в странах Европы. На срок заморозки предлагается выдавать туристу депозитный сертификат. Этот документ будет подтверждать сохранение заплаченных туристам денег у туроператора и возможностей их использования в определенный период времени. Электрички в Чувашии также, как и прежде, ходят по пяти направлениям. Закрывать железнодорожные сообщения не планируют. Лишь уменьшили количество поездов на маршрутах. Дело в том, что для некоторых населенных пунктов республики железнодорожный транспорт – единственный способ добраться до крупных центров. Между Канашом и Шумерлей станция Пенеры. В этом направлении порядка семи населенных пунктов, которые имеют только железнодорожное сообщение. И даже несмотря на то, что сейчас период пандемии пассажиропоток в целом снизился, на 45% электрички отменять не будут. Государственная поддержка на одного пассажира составляет порядка 200 рублей. Ну, если быть точным, 193 рубля на одного пассажира. При перевозке автотранспортом, например, такая поддержка составляет порядка 6 только рублей. Но тем не менее, железнодорожные перевозки пригородного сообщения для республики являются социально значимыми, потому что они соединяют порядка 53 населенных пунктов, более 40 садовых товарищей. Есть населенные пункты, которые не имеют другого сообщения, кроме как железнодорожные. На компенсацию части потерь на пригородном сообщении в этом году из республиканского бюджета направят более 80 миллионов рублей. Дополнительное финансирование позволяет сохранить все пять направлений. Они связывают такие города-республики, как Чебоксары, Канаш, Алатарь, Шумерли. Пять направлений они остаются. Просто, например, в направлении Казань-Чебоксары ходило 8 пар поездов, останется только 4. По остальным направлениям, например, Чебоксары-Канаш-Чебоксары было 4 пар, 4 пар остаются. Также на Канаш-Шумерли-Канаш было 4 пар, тоже остаются 4 пар. В бюджете деньги заложены, поэтому эти перевозки будут осуществляться. В текущем году однозначно. Но и в дальнейшем я не вижу каких-то преград для того, чтобы эти перевозки осуществлялись. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и проекта «Улицы Победы» в Новочебоксарске продолжается ремонт улицы Винокурова. Улица Винокурова – центральная в Новочебоксарске. Она названа в честь знаменитого танкиста Вячеслава Винокурова, первого героя Советского Союза из Чувашии. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовал проект «Улицы Победы». В течение этого года в 83 регионах страны, включая нашу республику, дорожники благоустроят объекты, названия которых связаны с Днем Победы или советскими воинами-героями. Погодные условия в этом году позволили раньше приступить к работе. На участке уже убирают старый бордюрный камень и завозят необходимые материалы. Сейчас задействованы две бригады по семь человек, два погрузчика и самосвалы, которые вывозят бордюры. В принципе, это обычный ремонт проезжей части и никаких тут подводных камней особенностей нет. Стандартные виды работ, ничего сложного в принципе нет. Просто объем достаточно большой. Объем работ действительно большой. Общая протяженность улицы Винокурова почти 4 километра. Сейчас приступили к ремонту заключительного участка. Здесь заменят бордюры и уложат два слоя асфальта. В планах отремонтировать посадочные площадки, ливневую канализацию и прилегающие тротуары и нанести новую разметку. В ходе проведения открытого аукциона общая стоимость работ на этом участке составила почти 54 миллиона рублей. Условиям контракта предусмотрено досрочное завершение работ. Подрядчик к этому стремится. А срок завершения работ конец июля 2020 года. Богдана Дойникова, Республика. Это все новости на сегодня. Берегите себя и своих близких.